Всем привет, с вами Вернов. Вышло наконец дополнение аддон самостоятельный для игры Dishonored 2. Ну, для кого-то был, наверное, долгожданным, для кого-то нет. И самое главное, что еще до выхода он уже какой-то стал, знаете, неоднозначный и сильно подвергся критике. Хотя еще как бы ничего не вышло, ничего еще пока не понятно, что и чего и как. В принципе, вот так вот, если по первому запуску смотреть, то никаких отличий от Dishonored 2 нет. То есть все то же самое, те же настройки, ничего нового, во всяком случае, я здесь пока не увидел. Насколько я знаю, демо-версии, которые загружались на YouTube, кому были доступны каким-нибудь популярным блогерам, не знаю, еще кому-нибудь, также говорили, что, в принципе, ничего тут нового нету. Критике подвергся, во-первых, главный герой, поскольку он не совсем харизматичный, не такой интересный, как многие считают. И плюс сам сюжетная составляющая, потому что, насколько известно из трейлеров и, в принципе, всей истории, то здесь мы кидаем вызов самому чужому, то есть главная наша задача убить чужого. Чужой очень лично, значит, такая неоднозначная по причине того, что он вроде бы как бы злой, но всегда выступал в качестве союзника для нас. И поэтому он скорее положительный герой, нежели отрицательный. Поэтому, когда объявили о том, что, дескать, нужно его убить, как-то это все было воспринято не очень. Ну, во-первых, возможно, это для подогрева. Во-вторых, не все может быть так однозначно. Ну и, в-третьих, все-таки он злой. Он как бы бог там, полубог. И тем временем, если разбираться во всех последствиях, все, что происходит в Карнаке и прочее, это, по сути дела, его рук. Это его магия и все прочее, прочее, прочее. Ну что ж, давайте посмотрим на данные дополнения. Я думаю, первую серийку мы с вами сделаем. Я, кстати, не знаю, оригинальная игра будет как-то связана. Наверное, если оригинальный плюс мы нажмем, то вполне вероятно, что способности, которые здесь будут новые, может быть, добавятся к нам в оригинальной игре. Такое, кстати, реально, потому что связь, на мой взгляд, есть кое-какая. Ну, посмотрим. Так, будем на среднем уровне сложности. Я не хочу быть на самом легком, но в то же время мне не хочется с ума сходить, потому что, на самом деле, игра, ну, она... Нелегкая, на самом деле, нелегкая. То есть, это не та игра, где можно просто бежать, всех, в принципе, бить подряд. В любом случае, где-то тебе дадут прикурнуть знатно. То есть, она такая, на мой взгляд, сделана еще в старых традициях. Меня зовут Билли Лерк, но это имя помнят немногие. Я много лет пряталась, была капитаном корабля Падши Дом, контрабандистом, скупщиком краденого и, возможно, предателем. Слова, которые шепчут нам вслед, всегда помнят лучше, чем наши имена. Если прятаться долго, в конце концов, тебя забудут. Тогда ты остаешься одна и живешь своим умом. Но я не забыла того, кто вытащил меня со дна. Даут, нож дануала. Это имя произносили отчаявшиеся или умирающие. Убийца, который прикончил одну императрицу и спас другую. Стыд долго жжет тебя изнутри. Когда я предала Дауда, он пощадил меня. Я оставила Дануал и свое имя. Много лет я думала, достойно ли было прощения. Много лет я смеялась над собой от того, что мечтала вымолить прощение у убийцы. Иногда милосердие ранит больнее, чем нож. Теперь я знаю, что прощаешь не только ради тех, кто причинил тебе боль, но и ради самого себя. Я знаю, что Даут в Карнаке, и я найду его. Мне снится один и тот же кошмар. Уличная драка. Моя отрубленная рука лежит в канаве. Меч гвардейца выколол мне глаз. Когда я просыпаюсь, рука и глаз еще долго болят. Это пугает. Эта штука всегда меня утешала. Ты ведь украла ее для меня, Дейрдри? Теперь это все, что от тебя осталось. Еще одна реликвия. По крайней мере, он еще острый. Остался боксерский клуб в бане Альбака. Даут должен быть там. Начинаем вот так же на корабле, только уже, по-моему, в каюте непосредственно Билли. Так, я, ребята, если что, напоминаю, кто смотрел Dishonored 2 прохождение, также говорю, если кто-то смотрит впервые, что я не буду читать текста, но буду их вот так вот проворачивать. Так, в любое время можете открыть свой дневник и посмотреть список контрактов. Нажмите так, контракт. Вы можете активировать метки на целях и получить подсказки. Вы получите неплохую сумму. Так, слушайте, вот это интересно. То есть у нас, ко всему прочему, еще контракты появились, но сейчас у нас пока нет. Возможно, мы сейчас что-то подымем. Так. Ну, знаете ли, поиграть я не могу. У нашего героя, конечно, странные сны. Меня это пугает. Мне не очень, кстати, игра нравится. Это контракты. Сожгите белого пса. Украла моего несчастного снежка. Он белый, как и то, но тяжело болен. Я так понимаю, это мы дополнительные задания берем на уровень. Шпионаж. Даут научил меня не только убивать. Я не пропаду. Надеюсь. Так, Соколов. Та-та-та-та-та-та-та. Ну, Соколов еще идет с первой части, насколько мы помним. Так. Ну, здесь, так сказать, есть отсылки. И плюс это происходит уже... Да. То есть это уже после того, как императрица взошла заново на престол. Знаете, мне не нравится озвучка. Она какая-то... Не знаю. Мне не нравится, короче. Я впервые в жизни это говорю, наверное, вообще в игре. Мне как-то всегда было по барабану. Но сейчас меня прям что-то раздражает, если честно. Эта озвучка. Она... Мать, ты что так зашел? Дом доживает последние дни. Ну, когда я лично отсюда уходил, все было классно в данном корабле. Давайте осмотримся тогда, походим, насколько здесь у нас все хорошо, насколько у нас тут свалка. Эммм. В общем... Пока, честно говоря, впечатления очень странные. Вот хотя бы от озвучки уже... Меня лично не знаю. Может быть, кого-то как бы нормально, но меня почему-то прям передергивают от этой озвучки. Мне напрям... Я еще уже несколько месяцев. Я знаю, что ты где-то здесь, Даут. Где ты? Блин. Его боялся весь Данул, но не я. Молодец. Так, ребят, все отчитать, охватывать, просто вообще... Удаут сам помогает мне себя найти. Ну, скорее всего, так и есть. То есть, это всякие различные ответы, где примерно какие-то упоминания, я так понимаю, еще что-то было. Еще раз повторюсь, просто-напросто, я не буду все, если кому интересно, можете... у Дауда всегда была метка чужого. Я спрашивала о нем во всех трущобах и бандитских притонах, но никто мне ничего не сказал. Угу. Так, баня какая-то. Я так понимаю, пока у нас еще никаких меток способностей нет. То есть, скорее всего, Даут нам даст что-то, клуб банды безглазых. Они говорят, что владеют черной магией. Если это правда, то Даут может быть замешан. Но ждан у Алла. Так, клинок и прочее, прочее, прочее. Все это упоминание непосредственно о Дауде. Даут у нас был, кстати говоря, в первой части. Он, ну, естественно, был как человек, убивший императрицу, но также мы могли за него играть в DLC-шки. Так, я не могу принять ваши деньги после того, как я сейчас сделал, пытаюсь найти свои... Понятно. Это, в общем, ответ. Так, здесь мы, кажется, все осмотрели. Это наша, да, собственно, каюта. Я, честно говоря, как-то пока даже не особо корабль-то узнаю. Как-то вроде есть моменты, но что-то как будто все не так. В трюме вода и я на удивление, что никуда не могу зайти. я, я, конечно, понимаю, что это всего лишь первое задание и у нас что-то вроде более, больше обучения, но все-таки как-то, знаете ли, хотелось бы... Да, слушайте, все закрыто. Это мой родной корабль и у меня все здесь закрыто. Меня что-то это как-то не очень вставляет, потому что все-таки корабль-то мой. Я все-таки вроде бы как хозяин. Станция пустует. Спрятать падший дом было нелегко, но сейчас здесь безопасно. Могу сказать, что, знаете, окрас игры несколько изменился, потому что, например, в Dishonored 2 он какой-то более жизнерадостный был, в отличие от первой части. Здесь, на мой взгляд, более похоже на первую часть, то есть все такое какое-то серое, темное. Во второй части я лично как-то не было такого, что тут именно какая-то серость и еще что-то. Так, надо вообще вспоминать управление, что тут вообще она умеет, что пусть... Не знаю, что она, в общем, умеет, что она не умеет. Мы тут как спуститься-то? Просто так вот, да? Ладно, пойдемте пока по сюжетке. Кстати, я Dishonored 2, ну, оригинал, просто проходил без убийств старался и по стелсу. Сейчас, честно говоря, не знаю даже, как построить, без убийств я точно не буду, потому что меня это дико, мне это как-то дико надоело и, если честно, я... Так, нажмите, чтобы услышать мысли крыс. Они перешептываются друг с другом, рассказывают о том, что происходит на улицах в подвалах, с красивой точки зрения. Крысы видят мир совсем по-другому, а их слова часто загадочны, но да, из них можно здесь пользоваться. Что вы расскажете сегодня, мои маленькие друзья? Что я не понял. Ну, нажмите. Мне кажется, до сих пор, что Билли просто либо чем-то обкурилась, либо отпилась, потому что у нее сны очень странные, и она слышит крыс, слышит, о чем говорят, мало того, говорят они каком-то друге. Я не знаю, кто тут друг у крыс, кто у крыс может друг отправиться в баню, ну, давайте, наверное, в баню. Слушайте, у меня такое чувство, что у нас, наверное, падший дом так и будет стоять на одном месте какое-то время, во всяком случае. То есть, мы не будем путешествовать с локацией в локацию, скорее будет... Но, опять-таки, да, напоминание, как в первой части. Первая часть, в принципе, там локация была одна и та же, открывалось только больше зон, например, в том же городе. То есть, как бы вот такая история была, насколько я помню. Конечно, там менялись они, ну, были какие-то разновидности, но в целом, то есть, большая часть происходила в городе, и мы несколько раз начинали там, по-моему, с одного того же пирса, ну, буквально там, может быть, чуть-чуть местоположение менялось. И, что мне нравилось, очень зависело от того, связь очень сильная была между тем, как мы прошли предыдущее задание. То есть, если, правда, мы прошли его по злому, поубивали всех подряд, то последствия были действительно плохие. То есть, много, грубо говоря, зомби, только как они тут забываются, это я уже забыл, очень зараженных. Так, баня Альбарка должна быть недалеко. Нет, слушайте, меня совершенно, мне не устраивает вообще озвучка. Вот честное слово, меня прямо озвучка совсем не устраивает, ребята. Она какая-то, не знаю, вроде бы она с одной стороны правильная, но с другой стороны какая-то вот не такая. Так, скрытный режим. А кого мне тут... А, нас все до сих пор как бы ищут. Так, давайте-ка, знаете что, вот этому товарищу, по-моему, надо... прописать немножко. Убийства все те же самые, движения, кажется, ничем не изменились, по сравнению с Dishonored 2, оригиналом. Во всяком случае, я сейчас ничего такого не заметил. Все, в принципе, как было, так и осталось. выберите оружие, оружие устроя, способность левой руки, т-т-т. Хорошо, давайте что-нибудь выберем. У нас только два всего, поэтому есть заряд, есть, что это у нас, какой-то припас электрического пища, электрический заряд, который оглушает цели, а это что это вообще? Давайте, в принципе, сейчас попробуем, на комнате испытаем, почему бы и нет. Так, пустая бутылка. Это мы просто так подрубим. Так, и... Так, с крысами могу опять беседовать? Или они опять расползлись? Это что, тараканы такие? Или что это такое вообще? Нажмите, чтобы нести удар клинком, но это все... Все это понятно. Что-то я не совсем понял, что эта штука делает. Вот это оглушает, а то, честно говоря, вообще что-то непонятно. Что-то какой-то пугач больше. Так, до меня дошли сведения о противоправной деятельности в стране. Так, я подозреваю, что там замешана банда без глазок. Ну, в общем, здесь повышенные новые отряды. И... Ладно, мы этого не будем, короче, убивать. У нас теперь еще есть пистолет. Или... Нету, подожди, пистолет, я что-то сейчас не понял. Сейчас, подожди. Стандарт, бред, электрический пищарь. Чего-то я не понял. То есть это вот мы подбираем. То есть у нас электричество и что? Я что-то я... Не понял, вроде пистолет даже подобрали, а из электрической пищали выберем типом боеприпаса. Нажмите ЛТ. Не знаю, ладно, разберемся, короче говоря, по ходу. Тут что-то, в принципе, намутили новенького, но пока... пока что не впечатляет. Я бы так сказал, на самом деле. Меня вот лично пока особо не впечатлило. Рядом есть амулет, осмотрите окрестности. Ну где-нибудь, наверное, он прям будет сейчас рядышком. Мне рассказывали про безглазых. Странные истории. Жуткие. Так, слушайте, а где у нас амулет? Дальше где-то или может быть он здесь? А, вон он, кажется. Нет, это вода или... Не знаю. Ладненько. Пойдем дальше. Нейтральная территория. Писано нейтральная территория. Не буду напоминать на вас, если вы не видите агрессивный по отношению к ним. Ну хорошо. Вот эту можно обворовать. Амулет я, видимо, пропустил, наверное. Где-то он там. Поговорить можно. Какое неприятное соседство. Никто не чувствует себя в безопасности. Че-то, в общем, Эмили не справляется, походу. Если вас заметили, у вас по-прежнему останется несколько вариантов действия. Вы можете убить врагов, избавиться от них без убийств, убежать и прятаться до тех пор, пока враги не пройдет поиски. Выйти из страны положения используясь умение устройства и всевозможную хитрость. Ну это, в принципе, вся такая же ситуация. То есть, опять-таки, обновлений никаких нет. Сейчас давайте побродим, что ли. Так, ключ от квартиры. Ну, можно, конечно, попробовать выломать эту. Ключ от квартиры. Это, видимо, как в СССР, знаешь, под ковриком. Оставляли. Вот, примерно, такая же, в общем. Так, тут у нас никого. Так, амулетик здесь, как я, в принципе, предположил. Что где-нибудь он сейчас будет. Вот, в подобных окрестностях. Так, это мы не можем, да, ничего открыть. Костянули, так, улучшают ваши способности и даже добавляют новые. Ну, это понятно. Здесь все то же самое, как и было. Если они в самом деле применяют магию, к ним нужно присмотреться. Ну, ты что? Ну-ка, здесь что-то будет говорить? Один раз у меня в Дизонора 2 Эмили в каком-то месте сказала, что, типа, мне некому писать. Что-то, в общем, такое. Ну, давайте, что мы, стойкость к взрывам. Ну, в принципе, да, неплохой, хорошенький амулетик. Пока у нас никаких даже намеков на какие-либо способности. То есть, явно мы ничем не обладаем. Но мы, по факту, ищем магию. И, возможно, эти безголовые будут вообще наши союзники. Может, даже и так. Такс, такс, такс. Тут есть сейв. Есть сейв. А, заряд, да. Мы берем заряд. Именно заряд. Так. А есть какие-либо, подожди, записки, что-нибудь? Кстати говоря, еще по поводу игры, скорее всего, будет проходить достаточно полно, потому что игра, на самом деле, интересная. Поэтому мне еще не хочется ее пробегать достаточно быстро. Поэтому здесь какого-то такого быстрого прохождения вы не увидите. То есть, это будет достаточно такое, ну, мирное шествие. Такс, может быть, это... Ладно, подожди. Мы станем богаче. Здесь, я так понимаю, кода никакого нету. Так, а где у нас может быть? Возможно, что-то вот это. Здесь какой-то, типа, 0572 получается. Я даже не знаю. Давайте попробуем 0572 вести, чисто вот так, знаешь, не напрягаясь пока что. То есть, по факту, все, что видел, то и вводишь. То есть, как бы, вот такая вот история. Давайте попробуем какой-нибудь, правда, 0572, почему бы и нет. Просто... А, здесь же... Ну, да-да-да-да-да. Да. Я забыл. Так, слушайте, а где-то... Подожди, может быть, я что-то не вижу. Что я могу не видеть? Что я могу не видеть? Это у нас... Вот так. Наверное, я, знаете, я просто отсюда скорее всего просто уйду, потому что я что-то пока с ходом я не понял. Где-то... Что-то, наверное, с этой записью, но до меня пока не дошло, поэтому... Не будем тут сильно париться. Мы и так... задержались. В любом случае, Dishonored, это игра такая, которую, знаешь, перепроходишь ее второй раз, третий раз... И что-то находишь каждый раз все что-то новенькое, новенькое. Малярия так продолжается? Где-то я, по-моему, не показал значок, видел, нет? Нет. Здесь есть какая-то вообще на данный момент чума или еще что-нибудь? Просто тоже как бы интересно наши с вами действия как-то вообще будут влиять. Наверное, нет. Ладно, пойдемте. Опять крысы, которых сказали, что я могу... А, вот. Проходи по темному пути скрыт высоко меж степ. Выше, выше, мимо текущей воды и прогнившего дерева. Там и комнаты наверху. Там голодные псы жрут людей. Хм. Ну, возможно, голодные псы... Я не хочу никаких сведений читать, так, знаешь, своя чистая догадка. Чего я все жру-то? Что-то я прям самый голодный, что ли? Нам надо белого пса убить. Возможно, псы там. Или же еще что-то хуже, не знаю. Кстати говоря, вспомнил, на кого вот эти похожи. Они похожи на ведьм. Оригинальный Дизонор 2. Походи. Мне нужно готовиться к бою. К бою. Ударить. Все закрыто, все заперто. Это, в принципе... Частная территория, ясно? Но за сотню монет я тебя впущу. Может, у тебя ключик тогда есть? Мне и сотня монет не понадобится, я тебя просто... И все. Это весьма просто делается. Так, здесь, кстати, быстрое сохранение. Если что есть, есть. Давайте я хоть впервые в жизни его применю. Пусть будет. Так, и что... Что у нас тут хоть вообще? Глаза чужого. Даут. Они заставляют его драться. Нужно его вытащить. Угу. Я только одно не могу понять, почему нас так спокойно сюда пустили. Только посмотри на себя, сидишь тут, как пес на цепи. Ждешь, когда хозяева бросит тебе костяной амулет. Ладно, пока мы, знаете что, не будем особо нарываться. Давайте осмотримся, потому что... Да потому что их реально здесь много. Я тупо не... Подавитель силы зверя. Не трогать. Я не знаю, как это работает штука, но она удерживает зверя под контролем, дает ему покинуть арену. Развлекайтесь, но забудьте начеку. Когда я верну свои деньги, наши главари захотят на него взглянуть. Нам повезло, что мы нашли такую золотую тварь для их опыта. Вы видели, как он дерется. Если он выберется, то всех нас прикончить, поэтому не выключайте эту машину. Это штука подавляет силу-да-уда. Если ее отключить, его ничто не остановит. Заперто. Ключ должен быть у хозяина. Действует очень быстро. Жестко бей левый джеб. А Джанет, это... Кто? А где мы ее найти? Тут Джанет. Мое божьёте. С волшебным зверем? Намажьте пастой и сардины поплавай с миногами. Они тебя сожрут, и это не так больно. Думаешь, я его не одолеру? Ладно, давайте сейчас будем разбираться. А у нас, в принципе, все. Жанет Левить все уже, все уже. Здесь меня, наверное, не пустят сюда. Лучше уйди, пока зубы целы. Все, 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 братан, не надо, не надо только вот этого, не надо. Так, дневник безглазого. Так, ну, в принципе, не надо. В общем, надо подожди, сейчас что-то мутить. Я сюда могу пойти? Сюда я могу. В принципе, пока не будем особо на рожон лезть. Вроде не заставляет нас никто это делать. Хотя вообще можно их раскидать. Их вообще, конечно, не так много. Если так поодиночке их вырубать, я думаю, проблем-то особых не возникнет. Мало того, дверь заблокирована. так, может быть, как-то поверху здесь получится. Как? Ты хочешь ее завести? Сейчас посмотрим, может, тут что есть интересное, прикольное. А, во, действительно. Так, у нас враждебная территория, так что дальше мы уже... Так, амулет-акробат. Давайте посмотрим, что это тоже такое. это у нас намного быстрее лаза идти. Ну, слушайте, с амулетиками пока, кстати, надо сохраниться. А, и так, сохранение прошло. Просто амулеты, насколько я помню, они могут рандомить. То есть, до банальности ты погиб, и в следующий раз амулет может быть совершенно другим. Так, текст мы скиднули, пошли дальше. Это что такое? Это у нас электрический заряд. И это... Слушай, это, походу, никуда у нас не ведет, что ли? Или ведет? Так, вот, вот, мы дальше можем пройти, только нам нужно вентиль, в общем, покрутить. Все, вот теперь нормалдэ. Так, вот теперь нам нужно как-то... Да, вот никогда не проигрывал. Теперь нам нужно осторожненько, осторожненько, прям приосторожненько. Есть тут в чем какой прикол или нет? Вот вопрос. Дверь, естественно, да, заблокирована. Можно, конечно, выломать, но... Можно разбить стекло, но если мы это сделаем, поднимется палево, поэтому давайте снова искать какие-то обходные пути. ой, зрение как не хватает, слышите. Тварь. У тебя есть что? Так, ты где? Монетки. Так, что мышки? То есть крыски? Сынь, крылья, умные нас и видят нас. Жестокие зоны помогают на нас крики. Укус и яркая кровь понигладают на наши кусти. Так, ну давайте посмотрим, что за сведения, которых вы спустили, сообщили о том, что чуть дальше в проходе находятся волкодавы. Ну, я так и подумал, да. То есть, в принципе, что эта кнопка делает? Котел, котлы, но это просто спалить, чтобы... Так, псы находятся. Псы. Так, здесь еще что-нибудь есть интересное для нас. Где-то, по-моему, наверх еще путь. Так, ну ладно, давайте, в принципе, сходим. Посмотрим, что у нас в итоге здесь. Как ни крути, но стелсом мы будем пользоваться, потому что мне неохота тут как по лунам бегать, тупо валить. Так, это вот, значит, товарищ, он вот здесь вот это, вот это вот охраняет. Все, понятно. Теперь понятно, что, чего, куда. Волкода, вот-то где, они, что имели ввиду крысы, сюда куда-то дальше или дальше туда по коридору, та дверь. Так, письмо Альме. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой, твой брат Рори, беда, печаль. Так, что у нас? Электрический заряд, которых уже полно. Ну, я что-то от них вообще не в восторге остался, может быть, конечно, дальше они как-то мне помогут. Они как бы крутые все. Что-то 8 на 5, там 6 на 5, может быть, это и есть какая-то подсказка там, как он еще может паролю, может даже к тому же паролю, как бы. Хотя я уверен, что тут пароль все-таки можно по-другому. Что-то чертежи какие-то. Так, цепная мина. Вот. Вот это уже хорошо. Цепка, вернее, мина. Вот это, ребятки, уже совсем другое дело. А я думал, чертеж ты возьмешь, а ты что-то не берешь, чертеж. Так, у нас их и цепная мина, цепная мина, цепная мина, цепная мина. Хорошо. Хорошо. Так, в общем, так мы можем обойти. Так мы можем обойти. Но пока что, пока что, мы с вами. Мы сходим, давайте сюда еще посмотрим, что здесь. Здесь так, понимаете, какие-то... я сутки напролет варю из них настойку, а? Вы об этом не думали, мисс Ли? Так. Что у нас тут? Надо вообще спойнить, как дезонор играть. Может, это закрытый клуб для безглазых? Опа. И когда мне спрашивается ловить крыс, если я сутки напролет варю из них настойку, а? Не знаю, чувак, не знаю. мисс Ли? Ты же самый тут недовольный, я как погляжу. Знаешь, возможно, я тебя бы даже выслушал, но... Ну, надо тебе, короче, мочкануть. Блин. Надо было так неудачно. Ладно. Чержак, беги, пока не... Тихо не ори. Так, ну, вроде шухер мы не подняли, это главное. Труп пускай так оваляется, я не думаю, что какие-то будут проблемы очень серьезные у нас от этого. Мы, самое главное, мы что? Мы бандиты, мы ворюги, поэтому все, что... да елки, вот это меня всегда раздражало. Ай. Так, монета, двушечка, монета, двушечка. Так, держатки. Что-нибудь есть тут? За что можно зацепиться? Как-то покрасивее так дыхание чумы. Я так понимаю, эта штуковина очень смертельная, да? Чего-чего? Что такое? Настойка дыхания чумы. В чем прикол? Взрослая крыса жива, 9 красных картофель, 3 кап. Так, выпустить крысиную кровь, большую кострю, отварить месяц картошку, на скромной плите, добавить полную маску, когда картошка разварится, то видит, что ты воруешь поэл, тебя скормят сам. Короче, как-то можно было, видимо, по-хитрому, по-хитрому все это провернуть. Но я говорю, Dishonored, это игра такая, когда так, клинком или убийством, вы получаете здоровье. Хорошо. Знаете, пока что амулеты очень, очень даже классные. В отличие, кстати, от Dishonored 2, просто, потому что там, на самом деле, за всю игру я пару вот так вот, наверное, амулетиков, которые мне вот действительно как-то запали, понравились. В остальных случаях какая-то, на самом деле, лажа полная была. Так, псы, где они в итоге? Я что-то никак до конца понять не могу. Они здесь, что ли? Или где, 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 где эти псы? Это, это мы во двор, да, выходим, этот главный? Сколько дней осталось до лунного затмения? Так, или... Шесть? Или три? Да, это интервент территории. Можно было, видите, как сразу пробраться. Вот тот сам момент, когда, оказывается, все было намного проще, а ты там что-то придумывал, что-то искал. Так, там кто-то есть. Ща я побольше буду сохраняться, игра, знаете ли, такая. Че, свалить отсюда? Так. Прощай. Вот моя. Шучу. Просто иди, нахрен. Так. Мы это назад, вернулись? Да, теперь мы эту тоже дверь открыли. Правда, можно было как-то с ней за отдельную плату договориться, но... Кому? Кому это надо, ребята? Кому это надо что-то там договариваться с кем-то, что-то там разговоры какие-то вести? Я что-то, слушай, я не понял, а где псы-то эти находятся, на самом деле? Где-то же они находятся? Где-то выше, то есть еще что-ли выше? Или я что-то упустил? А, где-то, наверное, может быть... Короче, ладно, пока ходим. Я туплю, да, я не спорю, потому что... Амулет делает кожу пуле непробиваемой. Выстрелил себе в живот на другой день поны. Ну, ума у него палата. Что я могу сказать? Что там пока амулеты раздают? Слушайте, прыгайте выше, получайте доступ к различным улучшениям для проворства. Опять. Амулеты, слушайте, просто огонь. Действительно огонь. Как-то вышло так, мы создали очень мощный костяной амулет. Джанет обещает его в награду за поведенный зверя. Нужно, чтобы все узнали. Понятно. Понятно. Джанет у нас прям шарит в магии, походу там. Так, можно? Можно. Конечно, сейчас уже всех перевалить. У нас есть с вами мины, мы можем просто-напросто везде грамотно расставить ловушки, поднять палево и, в принципе, закончить вообще все безобразие. Но, но мы не такие. Мы будем сражаться до последнего. Вообще, крысы сказали, что здесь где-то дальше, да, псы? Ну, я что-то... Может быть... Нет, это связующее с тостенькой. Что-то я, видимо, не вижу, не понимаю или до конца код мне еще не дошел. Что-то непонятно. Здесь, типа, допроса и, как я и думал, можно здесь пройти. С музыкой, кстати, все нормально. Музыка мне нравится, она такая интересная, короче говоря. Смотрителей, в общем, здесь, как обычно, не любят. Так, а ты чего мне не залезаешь-то? Опа-опа-опа-опа. Тихо, мы тут что-то... Балево какой-то. Псы здесь, вот они, псы. И мы можем уже, в принципе, убить пса. Кстати говоря, ну как убить? Меня заставляют работать до изнеможения. Нельзя так над людьми истиваться. Ну не знаю, давайте попробуем, только это его не убьет ни хрена. Короче, мы их все вырубим, всех. И будет нормалды, потому что я думаю, в случае опасности их на меня сто процентов всех спустят. Но это не точно. В общем, вырубили на всякий случай опасность и сойдет. Вспрыгнуть я... Я не могу интересно спрыгнуть. Нет, спрыгнуть я, к сожалению, не могу. Здесь, кажется, тоже никак не пробраться, но... Главное дело уже сделано. Главное дело уже сделано. Меня только раздражает, что у нее ничего по факту нет для того, чтобы убить боеприпасы. То есть, это какие-то... Подожди, может, я все-таки как-то могу? Может, эта штука убивает? Убивает. Ну, белого пса я убил. Сожгите. А, его сжечь надо. Все, понял. Его надо сжечь. Я забылся. Ну, займемся, это не проблема. Такс. Я вот не знаю, как поступить с этими. Может быть, нам подходики как-то заминировать. так. А что за фигня? А, она увидела, что псы? Тихо, 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 тихо. Так. Все, тишина в студии. Так. Ну, в принципе, мы все и выполнили уже. Только где-то еще шавка, да, по-моему, там живая? Или нет? Нет, показалось. Ладно, давайте осмотримся, что-то у нас еще есть. есть, во-первых, денежки. Денежки, это, знаете ли, всегда хорошо. Так. Все великолепно. Дверь мы, знаете что, дверь мы даже открывать не будем. Потому что, в случае какого-либо палева, зачем нам это надо? Если вдруг мы будем убегать, у нас есть мины. А вот себе какие-то создавать угрозы Я бы, наверное, не стал Потому что вдруг какой-нибудь сейчас залетный пассажир Решит сюда вбежать Зачем нам это надо? Нам это совсем не нужно Так, ну и, соответственно, это ведущая вниз Все понятно То есть мы, в принципе, легко можем как прийти, так и уйти Без каких-либо проблем Какая-то нахрен стремная баба Это просто пипец, я не знаю У тебя, видимо, вообще тут сен нахрен стремный Сама Билли-то это нафиг Такая стремная, что просто Просто какой-то Кошмар, если честно Так Мы Специально оставим клетки открытыми Потому что когда волкодавы проснутся Они Нападут на этих всех тварей И всех сожрут И как бы я не виновен Как бы все молодцы Так, сладненько Рядом есть амулет Амулет, амулет, амулет А где амулет? Ну не здесь Где-то он, наверное, ниже находится Под нами где-то Может где-то здесь Не знаю, ладно Пойдемте Не будем тут Так Эй Ээээ Тихо, успокойся Ээээ На Ура Я его закину Все Добрый путь Там Парам Пам Сожгите белого пса Так, что у нас там еще по контрактам? А, вот Эээ Самогон у них мерзкий Так, хорошо Мы теряем Принесите нам рецепт Эээ Крысин на стойке Пока наша винокурня не пошла по ветру Подожди-ка, подожди Подожди, подожди Мы эту штуку видели Эээ Мы какую-то штуку подобрали Стоп А что за дела-то? Мы, в принципе, с вами все подобрали Тогда вот этот рецепт Он был Заперт в этом В шкафчике То есть, соответственно Стопроцентная гарантия того Что именно нужно было сюда идти В общем, непонятная какая-то канитель Ладно В общем, непонятно с этим рецептом Потому что Я рецепт, по сути, мы с вами его подняли Тогда еще, когда зашли И показывают именно на эту комнату Но Я, к сожалению, ничего не могу туда не зайти Ничего сделать В общем, не могу Так В общем, непонятно Ладно, пойдемте освободим Давуда Я так понимаю, он сейчас выскочит И начнет всех резать, наверное Так что ли получается? Тихана, короче, горилла Это я тебе серьезно говорю Тихо-тихо-тихо, братан Все нормально Ладно, на свои Твоя помощь Как прежде? Нет Все куда серьезнее Одно последнее дело Ладно Кто наша цель? Тот, кто во всем виноват Из-за кого появились секты Черная магия Это метка на моей руке Мы убьем самого черноглазого ублюдка Что? Че? Ты... Ты хочешь убить чужого? Ты хочешь убить Боба? Я нашла его И старик снова втянул меня В эту оккультную дрянь На борту падшего дома Он мне все объяснит Ну вот, в принципе, друзья И все Я думаю, давайте мы Сегодня прервемся Серия получилась и так Слишком большая Я не спешу Здесь какой-то марафон Устраивать Дизонород мне правда Очень нравится И по атмосфере Да, в принципе, все Мне нравится в Дизонород Надеюсь, вам понравилось Данное видео Если так, обязательно Не забудьте поставить лайк Подписаться на канал Если это еще не сделали Также заглядывайте в плейлисты Здесь много всего Другого интересного Также посмотрите Прохождение Дизонора 2 Безубийства По стелсу Как мог так прошел В общем, такая ситуация Ну и про колокольчик Не забываем Дабы оставаться в курсе Всех новостей И жду вас также в паблике Ну и всем до скорого И всем пока Субтитры сделал DimaTorzok